В рамках проекта «Экзегет» седьмая глава книги пророка Захарии, книги полной видений, видений не очень понятных и видений, которые часто называются мессианскими, потому что в них есть какая-то связь с тем, что мы читаем в Новом Завете, ну а иудеи, конечно, не читают Новый Завет как свой вероучительный текст, но, по крайней мере, видят здесь указания на грядущее предшествие мессии, какого-то совершенно особого человека, который будет царем, а, возможно, и первосвященником, хотя вот как раз у Захарии очень четко разделяется царство и священство. И для него это принципиально важная вещь, потому что действительно в модели того государства, которое было при первом храме, при Давиде и Соломоне, царь и священник имели совершенно разные полномочия, разные сферы ответственности и не пересекались. Бывали исключения, но это именно исключения, и, конечно, они не должны были быть правилом. Вот как в седьмой главе описывается история про священников, причем одна очень конкретная история. Четвертый год царства Недария, напомню, что во второй начал проповедовать, Захарий, точнее, начал получать видение, и мы думаем, что это Дарий I, 520, значит, сейчас у нас 518 год, до нашей эры, естественно. В четвертый день девятого месяца, то есть кислево было слово «Господник Захарии». Тогда жители Вифиля послали цар Эцера и Регемераха вместе со своими собственными людьми, чтобы они молили Господа и чтобы спросили у священников в храме Господа Воинств и у пророков, надо ли нам скорбить и поститься в пятый месяц, как делали ему уже много лет. Ну, тут нужен какой-то комментарий, конечно. Что происходит? Вифиль – один из городов, когда-то там было святилище, и в этом святилище почитали хоть и Господа, но не так, как, собственно, предписано в законе, поэтому Вифиль был таким немножко подозрительным местом, да, то есть не чем-то таким, что вот однозначно воспринималось как место поклонения, но в то же время известное место, да. И, возможно, в связи с этим вопрос был такой щепетильный задан, да, то есть мы точно не знаем, как правильнее нам соблюдать вот наши обряды, как правильнее нам выстраивать свою религиозную жизнь. Пост в пятом месяце, пост в честь разрушения храма, когда был разрушен первый храм, то этот день, естественно, стал днем траурным, и все то время, пока храма не было, а Захария говорит о восстановлении храма, который, видимо, уже идет, оно еще далеко от окончания, он пророчествует о том, что храм только еще будет восстановлен, но оно уже идет. Нужно ли поститься? Нужно ли оплакивать разрушение, когда это разрушение уже стало возможным преодолеть? Тонкий вопрос. С одной стороны, день-то скорбный, и события ужасные, нужно его отмечать постом, а пост в древнем Израиле был полным отказом от питья и пищи в течение целого дня. Или все-таки этот скорбь начинает проходить, и нет в этом необходимости. Вот как тут лучше поступить? Конечно, надо спрашивать священников, надо спросить пророков. Одни профессионалы, другие визионеры, говоря таким современным языком. И вот было мне такое слово от Господа воинств, говорит Захарий. То есть это действительно ответ от Бога, и он очень хорошо описывает не ситуацию, вот с 6 века до нашей эры, он хорошо описывает ситуацию, наверное, любого времени, любого народа, где возникает вопрос о правильных формах религиозной жизни. Вот как поститься, молиться, все делать правильно. Вот что передай всему народу, этой страны и священникам. Если вы уже 70 лет скорбите и поститесь в пятом и седьмом месяце, ну, соответственно, даты, связанные с взятием и разрушением Иерусалима, для меня ли этот пост? А когда вы идите и пьете, разве вы не сами по себе идите, не сами пьете? Люди склонны думать, что их религиозные практики, особенно такие, как посты, где они умоляют себя, где они стараются от чего-то отказаться, нужны Богу. Угодны Богу, потому что ему это приятно, смотреть, что мы голодные ходим. Он говорит, это ваше дело, вы для себя это делаете. Вы скорбите, да, ну, когда у человека скорбь-то, вот у него погиб кто-то близкий, у него что-то ужасное случилось. Ну, ему не до еды, не до веселья, не до того, чтобы там праздновать что-то. Он в шоке, в ужасе. И пост, в принципе, вот это состояние шока и ужаса, которое человек переживает, ограничивая себя. Это не для Бога, это для человека, говорит он. Хотя мы можем сказать, что постные дни предписаны на Йом-Кипур, на День умилостивления, как его можно перевести, и это есть в Ветхом Завете. Да и то, там, в общем-то, не про пост, там скорее про то, что этот день надо помнить, отмечать, собираться, производить определенные обряды. Но вот этот вот настрой, он вторичен. Сегодня спросите любого православного, он вам хорошо расскажет, когда у нас какие посты. Вот люди начинают смотреть, а вот в следующем году Петров пост длинный будет, как это печально, как это нехорошо. Или короткий, замечательно, очень хорошо, быстро. Или еще там что-то такое вот с постами связанное. И возникает ощущение, что для многих, собственно, их религия, православие сводится прежде всего к постам, что вот надо Богу попаститься, надо вот как-то приложить усилия. Нет, это хорошо, конечно, я никаким образом не против, но это не для Бога, это для себя. Врачи говорят, полезно для здоровья. Психологи говорят, полезно для души самоограничение, навык к сдержанности, навык к тому, чтобы не все себе позволять, что хочется. Для человека очень полезно, очень хорошее дело. Если это еще с молитвой, если это еще связывается с воспоминаниями о каких-то важных событиях, с неким духовным развитием, ну, вообще замечательно, но это не нужно Богу, это, может быть, нужно нам. Так что, говорит Господь, смотрите сами. Да не говорил ли Господь то же самое через прежних пророков, еще когда Иерусалим был населен и спокоен, а с ним населены были и окрестные города, и пустыни, и Негиф, и предгорье, ну, то есть до Вавилонского плена, до всей этой катастрофы. А что, собственно, он говорил? Что не надо поститься? Вроде такого у древних пророков не было. Таково было слово Господне к Захарии. Вот что говорил тогда Господь воинству. Уточняет, потому что они, видимо, не поняли. Судите по справедливости и правде, и каждый пусть поступает с другим дружелюбно и милосердно. Не притесняйте ни вдов, ни сирот, ни иноземцев, ни бедняков, не замышляйте в сердцах ваших зла друг против друга. Да, у Исаии мы найдем, конечно же, описание, что такое пост. Пост – это когда человек смиряет себя. А смиряет себя он прежде всего в своих действиях по отношению к другим людям. Когда он вводит голодного в дом, когда он одевает на голову, когда он справедливо и милосердно поступает с ближними. Пост – когда человек производит некие внешние действия, будь то отказ от еды, какая-то особая одежда, какие-то особые ритуалы, но при этом он постится для ссор и раздоров, как тот же самый Исаия писал. Это Богу не угодно абсолютно. Это он для того, чтобы себя хорошо почувствовать, постится. Я пощусь, я молодец. Так вот, он говорит, вы пришли ко мне с вопросом, надо ли поститься. Я еще вашим отцам до этой катастрофы говорил, в чем пост. В том, чтобы вести себя по-человечески, в том, чтобы хорошо относиться к людям. И все, не притесняйте никого. А что вы там будете есть или пить, смотрите сами, в конце концов. Это не очень важный вопрос. Но они, древние, отказались слушать, повернулись спиной упрямо, и уши свои закрыли, сердце свое превратили в камень, чтобы не слышать им слов закона, слов, которые обращал к ним Господь воинств своим духом через прежних пророков. Ну, все понятно, это неприятный ритуал, это соблюдать можно, и почему бы и нет. А вот пожить так, как он велит. Зато и постигла их великая ярость Господа воинств. Так и вышло. Я взывал, они не слушали. А стало ли они взывать, я не слушал, говорит Господь воинств. Я развеял их по всем народам, которых прежде они не знали. Родная их земля опустила, так что стало по ней не проехать. Так превратили они страну вожделенную в пустыню. Сами превратили в пустыню. Хотя, конечно, было нашествие, хотя, конечно, были враги, хотя было разрушение, было много чего другого. Но это все прикладное. А причина-то в том, что не хотели они слушать его слов. И теперь вы приходите, говорит Господь, и начинаете спрашивать меня о каких-то ритуальных подробностях. Мне они не интересны. Мне они не нужны. Если они нужны вам, пожалуйста, делайте так, как вам это нужно. А мне нужно то, чтобы вы не притесняли бедных, нищих, то, чтобы вы жили так, как сказано в законе. А закон Моисеев, хотя и он ветхозаветный, но не есть перечень запретов и разрешений с внешней, с ритуальной точки зрения. Ну вот, седьмая глава так стоит как бы немножечко особняком. В общем-то, это центр книги Захарии, на самом деле, неожиданный центр. У нас там были видения, такие яркие события еще будут. А тут вдруг очень практический вопрос, надо ли поститься. Вот не отвлекайте, не отвлекайте пророка с этими вашими подробностями. Он рассказывает нечто гораздо более важное. Если вам нужен практический совет, ну вот он вам его дал, а идите дальше, живите с ним.